Все, ребята, докопали мы картошку. Осталось еще два кустика, но они, видите, тут вообще зеленые. А тут вам сразу же жуки дожирают, блин. Копали картошку, уже столько жуков просто спит в этом. Как его? Ой, тут их море вообще. В земле. Это ужас какой-то. Их просто миллионы. Они ночуют в земле, походу. Ну как, живут. А потом вылазят. Это ужас. Что самое интересное, мы вспомнили. Вот тут, там, где копали, я скопала картошку, тут я досаживала эту тушу мне мама уже Коле надала. Вот эту мелкую-мелкую, кто помнит, вялую, пророщенную. И вот такая большая картошка. И тушу с АТБ у нас очень похожа на ту, что мама давала. Ну то есть, по сути, она какая-то одинаковая получилась. Я считаю, что она длинненькая, большая, красивая. Так, пошла бы, Коля мне сейчас в закоси. Докопали картошку, мне решила еще прокосить. Вокруг деревья вот эти вот цветы, которые уже все. Ему же как бы все. И еще что-то кашляет, там вылазит этот. Ой, господи, я уже говорила, да? Ой, зараза. Ох, ах, ах, ах. Эта зараза называется не березка. Дереза, дереза, колючая хрень, которая вообще разрастается моментально. Вот. А здесь я, видите, это же у меня тут сажала морковка. Вот две мои пометки. Как видите, ема морковки, я не знаю. Но я там начала прорывать сбоку, вот сбоку. Нашла пару штук морковки, поэтому не стала дальше трогать. Я пролью вот это вот. Надо пролить. Вот. А потом пройдусь уже по пролитому, уже вручную пройду, вижу. Где есть, может, пару штук оставлю. Где нет, вот так и будет. Это моя нормальная морковка, тоже вживую. Почти все заросла, но видно рядочки, все видно. Вот тут у нас лук рос. Вот сейчас Коля все здесь скосил. Вот. Не надо нам тут место. Здесь перепашут и будет хорошо. Вот. Вот там тоже освободил место, там, где уже ничего не растет у меня. Вот здесь я возле кустиков попрорывала малюха. Так вот в порядке здесь попрорывала немножко. Ну, вручную, конечно, тяжело, потому что здесь, да, и вышедерно тяжело, земля сухая. Вот здесь вот тоже, видите, уже помидоры надо просто собрать, вот эти кусты, уже засохшие, выдернуть, все. Вот, убрать вот сюда. Фасоль у меня переросла. Так я, молодец, Оля, ничего с ней не сделала. Будет как обычная фасоль. Так же так. Вот здесь вот нужно тоже, то ли его пройти, прокосить, но тут же, что у меня растут, растет клубника. Как я зазевалась вот это, что не увидела в такую ерунду. Главное большой вырвать, поставить поливалку, хай-пролет, и я потом легко его все повыдергиваю. Здесь я уже вырвала этот, ну, один куст вот этого, надо все вот это повырывать. Толку от него все равно нету никакого. Тут же ничего толком не назревает, да? Так что, пошло оно что-то куда-то, ну, вот сейчас тут пустоцвет вижу. Там вон один кабачок вижу. Будет ли толк с ним, не знаю, смысл ли есть, нету. Вырвать его, чтобы оно же тут место мне не портило. Боже, тут уже все. Видите, сколько чериков, это уже все собирать надо. И там, и там. Вот, знаешь, такое дело. Потихоньку приводим в порядок. Помидоры вот, я же, в несколько рядов соберем и уберу их. А здесь, конечно, надо будет смотреть, что с ними дальше. Буквально один дождь, два дождя. И все, вы видите, что творится. Заросло полностью. Ну, тут уже их и не было. Мы в прошлый раз собирали, они были где-нибудь зелененькие, висели. Уже там пару кустов было вообще засохших. Надо было их добирать и вырывать кусты. Ну, мы что-то тоже быстро-быстро. А то тут уже все. Добрать это все и, слава богу, закончить. Уже, чтобы они меня не напрягали. Собирались в город поехать. Не знаю, как мы сейчас поедем, не поедем. Ну, и тамарикс так разросся, блин. Наверное, его надо лишние кусты обрезать. Непонятно, что с ним делать. Фух, жарко. Жарко невыносимо, ребята. Просто невыносимо. О, Няка сидит. Няка, 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 Сабаняка. Девочка красивая сидела там. Да? Листа, наверное, выскочила сейчас. Непонятно. Ой, когда солнышко прячется, классно. Тучки, когда находят просто великолепно. Видите, что? Видите, что? Бери, собирай, называется. А-а-а-а, я офигею. Я офигею, сколько их. Ах, какой кошмар. Все, вот это мне тут еще нужно дойти. Кусочек до этого. Тут у меня растут рукола. Салат. Салат рукола. И петрушка. А, это был цветочек мой. Ну, видите, петрушка. Тут надо его нормально прорвать уже, вышкребсти я сюда травку. И это место у меня уже остается. Петрушка, в принципе, принялась. И ничего не будет. Она уже будет себе расти. Коля, правда, ее покосил чуть-чуть, но ничего страшного. Вот так вот. Вот она. Красота. О, три рядочка маленький тут у меня. Этой петрушечки. Ой, жарко, боже мой. Все, а здесь еще у меня полностью растет этот, три ряда черной речки. Вот. Буквально недавно ее прорывала. И здесь кусочек был пустой место. Я сюда укропа насеяла и два помидора присадила. Они мне мешали, присадила. Вот два помидора растет. Укроп растет, причем конкретно растет, как вы видите. Видите, да? Классно. Зеленый такой. Ух! Обалденный. Ну и бурьян, соответственно, растет. Сейчас начну вырвать бурьян, вырву укроп. Ну, я сейчас буду... У меня там лучок молодой назрел. Ну, в смысле, зелененький. Я буду делать зеленый лучок, укропчик и петрушку. И уже тут вырву весь укроп и заодно и прорву тут полностью. Потому что я еще заморозки не делала. Абсолютно еще заморозки не делала. Так, все. Кладу телефон. Пока здесь Коля косит, еще что-нибудь попрорываю. Потому что и там начала прорывать, и там. Вот здесь, видите, кучу нагорнула. Здесь немножко почистила. Возле капусты. Ну, потому что она уже засыхает, уже все. Отсвело свое. Видите, вот это надо тоже вырвать. Чтоб не было ни красоты здесь. Вот тебе повырвать. И она уже как-то будет более ухоженный вид. И не будет мне тут лишний раз глаз мозолить, короче. Так что, вот. Все, работаю. Здесь надо, конечно, пообревать вот эти вот. Вот эти оборвать, и она дальше будет цвести. Семена. Ну, ничего, насыпется это даже хорошо. Пускай сыпется. Все, работаем дальше. Что, ребят? Косишь, косишь, е-мое, на месте. Ну, как на месте? Не на месте, конечно, да. Косится. Блин, второй раз уже виску менял. Второй раз заправлял бензин. Капец, ну хоть оделся, е-мое. Первый раз косил, ребятки, я в шортах. А сейчас... У штанях. Бану его в бане. И в кроссовках. Потому что в шлепках, кстати, неинтересно совсем. Еле ноги отмыл, блин. Что? Появляются горы Бурьяна. И всякие, короче, штуки, которые уже отслужило, так сказать, от плода. От плодоносила. Вот, короче. Кабачки. Там она, зайка, забурылась, а так забурылась. Е-мое. Вся чистая, чистая. Она любит чистый, чистый. А я люблю, короче, это. Косить-косить. Рвать Бурьян вообще не люблю. Это капец. Вот, короче, что вы, как бачите, все кучи с кабачками. Раз, куча, два. Ну, не только с кабачками, короче, куча, три. Вот, нормально, короче. Покосил, получается. Вот там мыжу прокосил. Ну, тут я парочек оставила, потому что они еще маленькие и назревают. Да, парочку кабачков оставили, да. Назревают. А там все уже все. Туда бы добраться, но там... Ну, я не за кабачки, конечно, казал. Я казал, за то, что кашу. Ну, да ладно. Не, ну так мы ж у нас сколько поубирали. Уже почти все убрано. Да, уже третьего рода, короче, убрано, ребят. Вот там мне осталось, чтобы сделать нормально, мне осталось вот эту территорию взять. Тут у меня перцы. Перцы. И что самое интересное, вы понимаете, не так уж много бурена, как вот такого. Вот. Вот это вот. Это такая зараза гадкая. Да, что-то ее здесь прям ядрен батон. Да. Так что самое интересное, она просто пушистая. Она падает и разваливает свои корни. О, смотрите. Вот. Ну, ближе можешь показать? Я же показываю. Вот все. Получается, вот ее корень. Она падает и прирастает. И получается, вот, через одного куста куча приростков в земле. Угу. То есть она падает и сразу начинает прирастать. Создавая новые блинеты. Не, ну хорошо, если хоть поставила вчера поливалочки, чи когда там. Да я, да. Чи позавчера. И хорошенечко это дело, да. Включила и поливалки, и они поливали, поливали. Теперь можно спокойно прорывать. Да, можно хорошо прорывать. И освобождать наши перцы. Да. Что, до каши, что там? А, до каши цветы, короче, да? Все? Да, да, цветы мне только покосили все. И по каши сегодня все. Ну, как бачите, вот там вот. Какие-то там половину прорвало, короче, очистило манишка, бачил, где каши. Я прошел вот так, прокосил туда, сюда чуть-чуть. А тут я по бокам-то сделаю. Потому что струю так залило хорошо. Да? Сейчас они пролезли все так все. Понятно. Так смотри, если так поразобраться, вот стать сбоку, у нас не так уже много кустов помидоров. Сколько рядов? Да много. Ну, не знаю, небольшой участок, грубо говоря. Не, ну, небольшой я. Столько помидоров. Пока что. Да, да, я забыл сказать, а мамка эти пирожки с капустой продавала. Да. Не хочешь пирожки? Да, можно давай начинать. Да? Ты пришел, блин. Пришел неправильно, да? Ну, да, небольшая территория помидоров. Ну, как небольшая, блин. Ну, такая-то же небольшая. А тут получается метр в десять на метр в десять квадрат. Понял? И то, это же не все помидоры, потому что еще есть. Вот там две грядки с помидорами, вот там третья с помидорами. Там, короче, тоже пару кустиков всадили. Ой, что я там показываю? Там еще пару кустиков всадили. Под забором у нас там ряд кустов десять помидор. И под другим забором тоже кустов десять, а то и двенадцать помидор. Йомалочки, уже грязные. Так что, я вам скажу. Ау? Семена мои, можешь забрать? Семена? О! Не можем эти, эти, эти. Это мои семена. Это твои семена. Да. Да, семена. Вот такие вот. Хорошего лука. Хорошо. Вот. Так, ну что, все, короче. Я пришел к ассети. Все. Это, кстати, из нашей рассады. То, что мы с ВТБ полномочим. Все, ребятки. Прокосил. Иду показывать перчики. Какая-то прорвала. Вот. И кажется, тут такой неожиданный результат. Да, да, хороший результат. Только сильно залазить в лук нельзя, потому что оно мокрое. Да, не лизу, не лизу. Ну, хороший, да, я вам бачу. В кулак перец. И красненькие, слава богу, и все. Зелененькие, да. Завтра подсохнет, иду сейчас птич на собю. Вон, красненькие, как видите, целый все лук торчит. Ну, ладно, давай фокус. О, видите. Да? Красота. Это же да, это же своя рассада. Какие-то выращивала, выращивала, старалась, старалась. Там такие микро... Микро-зелень такая. Ой, да, да. Не, хорошо. Тут еще маленькие, вони тільки нарастают, поняли? Это я, наверное, так раздоровую. Да, тут еще здоровенькие. Такий раз, кстати, я доставила. Да, да, да. Воно же видно, что тебе больше, а тебе еще маленькие. О, так, красота. Красота. Перец, извините меня, сейчас тоже он стоит. 20 гривен кило зеленого. И 75 гривен кило красного. И то 75. Это на опте, да? На оптом. Да, вот тот, который побольше, он вообще 120-90. А, 120-90, да, по-разному, короче. Ой, так что такие пирожки, ребятки?